поговорим о том как сформировать вот такую вот розетку чтобы все листы были в шахматном порядке но этой розетка я конечно немножечко зря хвастаюсь это плод и моих трудов вот этот шахматный порядок этот шахматный порядок заслуга природы вот этот сорт он формируется сам вот так вот это лф красота и нежность но это вот спорт сейчас я вам покажу не спорты это уже взрослая розетка видите какая огромная сколько в ней рядов и я тут никаких усилий в общем-то не прилагала я только обрывала листы и соответственно делала ее круглой и красивой чтобы они никуда не выпирали эти вот листы вот смотрите видите что что мне сделать мне надо наверно убрать вот этот лист но тогда она будет какая-то прямоугольная тогда мне надо брать вот этот вот этот лист и вот этот я просто их обрываем она будет еще краше и соответственно еще интенсивнее наращивать листву и давать цветоносы для нее обрыв листочка это стресс который запускает процессы не запускает они уже запущены про не ускоряет процесс это ускоряет процессы заложения бутонов появление цветоносов и появление новых листьев наверху вот здесь вот кисточкой покажу ее кончиком поэтому у кого кто у нас перфекционист кого раздражают вот эти торчащие листья ставьте в комментариях смайлик какой-нибудь или напишите что вы тоже отзовите что вас тоже раздражали вот эти листья и соответственно пиалка стала красивее я правильно сейчас делаю а именно я сейчас их оборву вот туда-сюда если у вас сюда лист не обрывается его слабый тургор у вашего листа скорее всего вам нужно его полить и соответственно что у нас получается получается все красиво только вот этот вот торчит вот у него тут белое-белое это вот удобрение по листу опрыскивала там чтобы ускорить потонизацию но и все значит вот один самый простой шаг для того чтобы сделать вашу розетку идеальной это оборвать листы которые делают ее некрасиво и несимметрично мне кажется что вот это тоже делать и некрасиво несимметричный лист эти я выкину коренять не буду потому что это спорт ну и так скажем так это очень красивый цветочек который приобретет себе любитель цветочку в котором принципе все равно кто селекционер спорт это или не спорт главное что цветочек красивый и да это розетка ведь она и так уже шикарная и она обещает быть просто шикарней ши розетка возможно его даже никому не продам и себе оставлю уж очень имеет такой цветочек нравится так это вот на идеальнейший стартер к этому сорту тоже сорт такой так ну в общем вот такие вот должны быть до фиалки у них шахматный порядок они сами самостоятельно его себе делают в основном да есть вот такие вот сорта сорта просто ну просто молодцы сорта да вот с другой формой листа тоже сорт сам укладываются в шахматном порядке я никаких мер не принимаю сейчас я покажу какие меры бывают это еще розеток вот такая история вы видите сверху вроде нормальная розетка но у нас имеется что имеется руки вверх имеется руки вверх ведь что творит руки вверх как правило руки вверх это не хватает света мало света у них бывает что такая реакция на много света в норме по умолчанию реакция на много света мы обнимаем горшок реакция на мало света мы под ним поднимаем листья но вроде бы света много а листья подняты и тогда уже надо смотреть экспериментировать затемнять ставить более темное место ставить менее светлое место и тогда при помощи воздействия света листы опустятся и розетка разложится в тарелку снова будет идеальная шахматном порядке этот сорт сам тоже становится я тут не мудрила сейчас покажу как я буду мудрить когда листья сами не укладываются шахматном порядке торчат в разные стороны надо вам мудрить или нет видно уже сразу же так сказать с детства когда розетки маленький но это мини фиалка country романс ведь она сама укладывается в шахматном порядке но есть к чему придраться обратите внимание верхние листы растут так что могут вырасти некрасиво а вот здесь вот просится есть но его нет и что смотрите сторону ушел есть ведь сейчас я вам покажу плохо видно вот смотрите он как бы должен быть вот здесь правильно здесь а он вот здесь вам так не кажется вот что можно сделать чтобы это идеальная детка стала еще более идеально но это уже даже не детка тоже больше стартер на 1 то что это мини фиалка сейчас его покажу что можно сделать еще что касается маленьких вот деток и мини фиалок мы берем зубочистку я беру зубочистку выберите может быть что-то больше меня придумаете вот я купила вот такие вот запакованные чтобы ну точно знать что я ими в зубах не ковырялась и и никто ими не ковырялся и никаких бактерий на них нет можно конечно не запакованные это уже и нюансы так и теперь мы выравниваем во первых вот смотрите лист пошел сюда под этот лист ему неудобно он будет извиваться изгибаться деформировать розетку и даже возможно медленнее расти так сказать ему придется в таком случае расти преодолевая препятствия выпускаю на свободу теперь вот с этими вот двумя листами они ветер один друг над другом это никак не шахматный порядок это не то что мне нужно ну вот судя вот видеть как растет ряд значит вот этот ряд сформирован правильно посмотрим что вот с этим товарищем если мы будем смотреть то вот как бы обратите внимание на один над другим да но вот это все-таки нижний он левее мы его в левую сторону и подвинем так его подвину я вам сейчас покажу он хрупкий если я его сильно подвину он сломается поэтому я пока ему просто вот так вот сделаю чтобы он двигался влево то есть вот так вот и вот надо как-то подвинуть но так чтоб он не сломался и не сделать подвинуть влево одну так чтобы он не сломался не сделать препятствие не создать препятствия для роста вот этого листа вот так мы делаем небольшие травмы корням не повредят главное чтобы они не повредились так чтобы но в любом случае у меня добавлен уголь сейчас в грунт я использую фитоспорин так что если повредила корень у меня гнить не будет я имею ввиду корень вот эти вот зубочисткой а листочек я направила в эту сторону через какое-то время он займет вот это положение потому что на у него нет шансов вернуться назад он же не пружина правильно он будет приспосабливаться к обстоятельствам и направить свой рост в эту сторону обстоятельствах вот это вот палочка обстоятельства вот эта вот палочка и соответственно к ней приспособиться и направить рост в сторону которая нам нужна у нас будет абсолютно идеальная розетка а потом туда дальше видите как бы ну это для совсем уж я говорю что фиалка цветок перфекциониста хотя конечно но можно не перфекциониста увлекаться видите тут у нас вот опять какая-то дырочка такая хотелось бы вот это сюда до направить это можно сюда сразу прям сейчас направить слегка сильно не сильно в сторону не не следует уводить потому что они могут сломаться но если вам надо сильно в сторону вести можно сделать это в два приема сначала он правее станет то есть подвинется в этом еще подвинется любуюсь на такие розетки и душа поет о вас поет смотрите какая красота ну боже мой ну как вот бог такое вот создал я себе купила нет предела совершенства никто меня не останавливает поэтому сейчас я эту фиалку замучаю сделание абсолютно идеальную фиалку чтоб моя душа вообще прям аж орала не пела такие вот способы формировки правильные розетки в шахматном порядке потому что и ну вот я считаю что вот очарование фиалкам придает вот этот шахматный порядок листьев он для меня вот москвы фиалочек я бы сказала что если посмотреть на эту фиалочку мне вообще тут цветы вообще не нужны она уже и так идеально красиво я смотрю на нее душа поет в общем основная задача моих фиалок создавать мне настроение для этого иногда приходится им помогать если у вас также душа поет глядя на такие розетки поставьте какой-нибудь классный смайлик в комментариях так мы сможем узнать сколько нас перфекционистов на белом свете вообще country романс беспроблемный сорт он сам формируется в идеальную розетку и я как-то не обращала внимание как выглядит детка до этого возможно это какая-то неправильная детка возможно я опередила события и она бы сама расправилась но есть сорта которые самостоятельно не формируются и я решила показать вам на это идеальной розетки как и сделать еще более идеальной потому что тут как бы все сразу быстренько можно выправить сейчас я вам покажу сорта розетка которых требует дополнительных усилий при формировании но не потом такие шикарные у них такие шикарные цветы такие шикарные листья что если честно то наверно какая разница как она там сформировалась главное что на ней как есть красивые роскошные цветы вот знакомки смотрите шикарный сорт который как я говорю огорчает мамочку потому что смотрите что у него вместе ночи как хотим так и укладываемся ну изначально ци фиалка все таки растит свои ряды так чтоб они фиалки у фиалки ряды растут в шахматном порядке в норме а как они в этом укладываются это уже обстоятельства сначала они могут уложиться неправильно в контейнере потому что там было тесно видите было тесно надо вынимать я двигаю уже вот эту фиалку как вы поняли я двигаю не сразу замечаю что это расправится переживайте за нее такая ее надо подвинуть душа на мне она мне не совсем вправо стала в общем я ее так подвину и вот тут вот у меня вот два таких товарища надо распределить кто выше кто ниже чтобы они так сказать друг другу ну вот видите уже как бы ровненько красивенько и вот здесь вот где-то не были раздражали вот они два товарища видите здесь много места здесь много места здесь мы растем вот так вот и так не должно быть вот это тот верхний он должен лечь между ними в общем он тут так вот должен лечь а ты куда вот сюда должен лечь а этот вот сюда должен и что вы короче значит принимаем решение такое влияем указываем влияние устанавливаем направление вот для этого листа чтобы фиалка была в шахматном порядке вот это вот будет в таком случае шахматном порядке получается получается шахматный порядок для детка становится более-менее идеально так это патера на линию тут картиночку покажу на бывает такая шикарная что вообще в общем если перфекционист проснулся то он проснулся и сейчас я таки доформирую эту розетку потому что не хочу ждать когда она сама ту в шахматном порядке и подвину я вот этот листик немного вправо сильно же надо смотреть чтобы вот этой вот вот это вот палочка не формировала одновременно вот эту вот тоже нитку она очевидно будет этим заниматься мне не получается ее направить так чтоб она так получается можно конечно в данном случае воспользоваться зубочисткой но здесь более мощный лист чем у детки и давление зубочистки на него будет маленькая он ее подвинет в общем не на это ненадолго недели на 2 максимум и все будет сформировано в ту сторону в которую вам над ну так вот здесь вот можно немножечко сюда вот я потом уже я сейчас смотрю через камеру через камеру на это все конечно по-другому смотришь вот почему-то мусор и всякая вот скажем так беспорядки через камеру видны лучше а вот красота и что делать как сделать фиалку красивее видно видно хуже так вот эту наверно я бы тоже подвинула но давайте я чтобы вот эти верхние на верхние не влиять я подвину ее губочисткой ну задранный край листа конечно же раздражает это потому что я слишком поздно вынула вот эту кофейную палочку кофейную палочку можно купить на вал берез и озоне может быть в каком-то магазине но я офлайн не очень люблю ходить вот так что если все делать своевременно то будет идеальная розетка но мне придется ждать когда этот лист расправится так ну вот и еще один раздражитель моего внутреннего перфекциониста это переукорененная голова и как видите она решила немножечко не соответствует представлением об идеальности и представлением об идеальной выставочной розетки видите как она растет в общем один лист как бы раздражает и скорее всего я его сейчас оборву чтобы он это больше не делал соответственно дал возможность сформироваться розетки более красивой более идеальной потому что сейчас он конечно будет ее немножечко сдерживать и направлять ее соответственно с учетом своего существования а он был раньше а все остальные листы их же трое должно быть листов одного и того же размера но как вы видите их нету двоих остальных нет потому что они были удалены при пересадки головы но этот остался потому что он был поменьше они в общем то не одновременно растут но в общем он с другого ряда и я его сейчас удалю но сначала я попытаюсь вытащить листы самые молодые самые верхние а потому что они вообще-то должны быть верхними но как вы видите они совершенно не верхние их изобилие и подмяли под себя более старшие листы и в общем такая листовщина у нас она этой розетки и я пытаюсь их высвободить и дать им дорогу вот таким вот образом ну и соответственно кажется я решила что все таки я не буду удалять этот лист может быть может быть он все таки притормозится в развитии потому что достигнет потому что достигнет своего максимума а также своего максимального размера приближенного к верхнему достигнет и верхний черенок и соответственно они вместе образуют достаточно красивую разведку хотя конечно же этот лист будет меня раздражать и возможно я его все таки удалю вот возьмем детку это еще очень маленькая детка но это детки все шансы превратиться в правильную розетку которая будет сформирована в шахматном порядке будет идеальная честно говоря я не помню чтоб не мавку приходилось до формировать это сорт rs мавка месяц полтора месяца как укоренена полтора месяца как отсажена от листа видите она сама укладывается шахматном порядке здесь пока ни на что влиять не нужно меня ничто пока не раздражает вот этот лист он сам сюда пойдет я так ожидаю и вообще оптимист я немножко проблемы с освещением это сказывается на цвете листочков у них вот видите возле присоединения черенка к листу появился такой небольшой темный коричневый оттенок вот то ли магния не хватает то ли чего кто знает напишите пожалуйста вот обратите внимание вот эта фиалка она тоже идеально укладывается в розетку я вам сейчас покажу но она у меня вот в таком виде находится почему потому что она у меня находится вот в таком контейнере вместе с другими фиалками которые уже выросли и они черенками но ты их попрыскал чтобы они побыстрее росли и теперь на них вот такие вот пятна их надо помыть их них и соответственно они друг друга формировали черенками формировали стенкой контейнера и соответственно на вот такая вот ее более взрослые собратья братья и сестры так можно сказать я не знаю как это правильно сажена от одного листа ранее они вот такие вот эта розетка видите не формируется искусственно она формируется сама я на нее не влияю меня тут все устраивает пока но она молодая еще соответственно она еще даже не это стартер не пересаженные горшочку я вот все раздумаю надо мне несколько розеток не надо листья у меня кто-нибудь летом покупать свеже срезанные и тогда по две по три розетки буду держать если вы хотите меня купить листочки какие-нибудь я бы держала вот этот сорт и 2 и 3 и 5 розеток потому что ведь абсолютно бомбезные листочки это фарфоровая леди и готова любоваться ими круглыми сутками но у меня ограниченность в площади для фиалок мне не так много места вот самый старший брат это вас этой детки вот этой вот которую я показывала вот эти вот вот она она уже отсажена горшок уточнили в кофейную чашку я называю горшком потому что у нее такие функции как вообще относитесь кофейным чашкам вместо горшков нормально или лучше не позориться горшки купить хоть по 16 рублей нет это конечно не пробьет в моем бюджете дыру если я куплю 10 15 горшков 20 30 но когда посчитала 50 горшков а планировая купить по 9 рублей они стали по 16 по 17 еще то я решила что я куплю кофейные чашки а сейчас мой дизайнерский взгляд вдруг начал страдать я не знаю где мой дизайнерский взгляд разглядывает эти кофейные чашки потому что их в общем-то не видно когда сверху такая огромная огромная розетка какая разница в общем-то главное что украсть главное чтоб фиалочкам хорошо рослось все растет всем шикарно но ответьте она сама формируется но я все-таки приняла участие видеть это вот у меня листик направляется вот эту сторону чтобы он был такой красивый шахматный а не рост туда куда он собрался потому что он тут сюда влево собрался влево собирался расти у меня это не устраивало чтобы он делать вот с этой вот детка будем делать ее такой же красивый как они старшие братья и сестры хоть она и стоит у меня в контейнере кто-нибудь согласится и приобрести домой и любить ее как родную как я и у старших братьев и сестер так ну что ну сюда будем направлять до сюда будем направлять будем давайте сюда направим но это имеет смысл этим заниматься если вы ее вытаскивать из контейнера уже если ее вытащить из контейнера и поставить ее в индивидуальную емкость для фитильного полива например ну или отдельно уже я не знаю в горшок какой-нибудь или в общем выделите отдельное место куда расправлять листья куда расти вши она будет расти гораздо быстрее чем если она останется вместе с остальными детками в лотке или в контейнере и в ящике где угодно вот в принципе кто этим занимается то знает но она просто у меня лишняя от листа и я не хочу выкидывать такая красота что я буду выкидывать кому кто-нибудь тоже захочет такую красоту это это была хотелка это фарфоровая леди я ее хотела один раз пыталась купить у меня не получилось я заболела потом еще что это короче в общем мы с трудом соединились осторожно вот видите что я сделала формировала формировала и оторвала листь вот вам говорю осторожно сама что делаю оторвала и лист ну то то теперь у нее стресс она будет лучше расти и оптимисты не отходы без добра и все вот так вот пока оставим сильно перегнула сильно перегнула потому что я смотрю через камеру на этот весь процесс и не так ощущаю как когда вот напрямую так вот тут вот они не соприкасается чтобы не мешать то что я уже кто-то мешал скорее всего либо другие черенки от других сортов либо стенки контейнера наверное у вас уже возник вопрос а бывают ли фиалки которые формируются сами чтобы с ними так не возиться вожусь я для души можно все и отпустить розетка формируется сама на у меня такая сформировалась 50 миллилитровом стаканчики я укажешь пересадила большой горшок у меня вторая розетка первая уже голову снесла купила в июне лист укорененный с детками и уже где-то в октябре у меня все цвело это вы тепло на душе быстро растущий раз быстро растущий сорт особого внимания не требует шикарный красивый и вот такая розетка ну конечно видеть запозднилась с пересаживанием из стаканчика горшочек но тут у меня не просто горшочек тут у меня кофейная кружка прозрачная я думаю раз уж я пользуюсь кофейными кружками так пусть у меня будут прозрачные чтобы я видела как корневая система растет это действительно прикольно контролировать так контролировать это я в стаканчиках выращиваю контролирую корневую систему в горшках не контролирую вот теперь у меня прозрачные горшки это конечно конкуренция горшкам прозрачные стаканчики для кофе потому что через них все видно например здесь мне видно что корней еще нет корни не дошли до кое-где есть в целом корни грунт освоили плохо и там я не придираюсь жду когда освоится тогда мне листы попрут в разные стороны крупными крупными листами будет огромная огромная шапка но на этом все о том что я вам хотела рассказать и показать как я формирую розетки формируйте розетки если вам нравится возиться с фиалками если вам нравятся симметричные идеальные выставочные розетки не формируйте их формируйте их шапки если вы любите цветы и вам все равно какие розетки формируйте и то и другое если вы хотите добиться выставочной идеальной выставочные розетки которая представляет собой идеальную ровную тарелку которая которые листы расположены горизонтально и на которой есть огромная огромная шапочка всем шапочного цветения и приятных моментов с комнатными растениями